Владельцы электрокаров теперь смогут заряжать машины в Искитиме. На въезде в город, рядом с трассой, открылась первая электрозаправка. Но первая, она только в области. В Новосибирске открыто уже 19 подобных станций. Почему перескочили Берск и нужна ли такая станция искитимцам? Открывают новую станцию представители энергосбыта Наталья Челюк и глава Искитима Сергей Завражин. Это первая зарядка для электрокаров за Новосибирском, что очень порадовало владельцев этих машин. Я стойки забираю как раз на электроавтомобиль, на машину. У меня с Японии в августе пришла машина. И вот там стойки маленько задние убитые. Вот купили, сейчас я забираю, устанавливаю. А так я уже с сентября полностью езди на электроавтомобили. И я ждал эту электростанцию просто, я не знаю. Она будет сейчас просто выручать. В данный момент вы видите абсолютно электрический автомобиль. Ни капли бензина в нем нет. Питается чистой энергией, без всяких примесей. Таким образом мы вставляем заправочный пистолет, представляющий собой коннектор, в разъем для зарядки. Станция рассчитана на два типа зарядки – Чедема и ССС. Одна используется для японских, американских и ряда европейских авто. Вторая – для большинства машин еврокласса. Время для подпитки около 15 минут. Такие станции владельцы электричек называют быстрыми. Ее разработали специалисты из Перми. Основные – именно чтобы САС работала при минус 20, при минус 30. Ну и также летом тоже жарко, особенно на солнышке, САС тоже должна работать. Как ни странно, в Перми сеть таких заправок не развита. Даже у ведущего инженера электрокара нет. Демонстрационный автомобиль принадлежит Андрею Бахтину. Он живет то в Новосибирске, то в Улыбине из Китимского района. Раньше ездил на гибриде «Тойоти Приус». Сейчас купил «Ниссан Лейв». Я решил эксперимент провести, как справится ли электромобиль с нашей сибирской зимой. Но я так скажу, «Приус» уже в продаже. Минус электрокаров – относительно небольшой пробег на одной зарядке. Примерно через 100 километров пути нужно снова заряжаться. Тем не менее, количество электричек в «Эскитиме» понемногу растет. Все же расходы на топливо в 10 раз меньше. На первых порах будут гибридные автомобили более востребованы. Потому что не так много действительно. Во-вторых, русский человек всегда привык жить с запасом. То есть, если использовать такую энергию, конечно, автомобиль должен быть на двух видах топлива. Это мое личное мнение. Допустим, бензин и электричество. В «Эскитиме» открыта первая за пределами новосибирска станция. В этом же году планируют открыть зарядку и в Берске. Здесь есть электрокары. Во-первых. Во-вторых, автомобиль, выезжающий из Новосибирска, гарантированно до Берска доедет. И до «Эскитима» доедет. Но в «Эскитиме» было бы хорошо все-таки добавить заряда и доехать, например, до Черепаново, либо в ту сторону по направлению. Развитие сети заправок не предусматривает наличие электрокара в данной местности. Специалисты формируют инфраструктуру, чтобы такие машины появлялись. Пока станция работает в тестовом режиме бесплатно. Как долго это продлится, владельцы не уточняют.